Что, норм? Ну да. Ну, сейчас мы вопросы там отберем. Всем привет, вы смотрите ПК ФР интервью. Сегодня я отвечу на все ваши вопросы. Меня зовут Кирилл Колесников. Первый вопрос спрашивает Вова Райтман. Сколько лет тренируешься, какие планы на будущее? Тренируюсь я почти 4 года. В ноябре будет 4. Планы на будущее, развиваться дальше. Хочу переехать за границу и там заниматься. Следующий вопрос спрашивает Евгений Серегин. Откуда черпаешь мотивашку? Мотивашку беру от себя. Ну, я делаю новый трюк и этим мотивируюсь. Вот так вот и черпаю мотивашку. Следующий вопрос спрашивает Кирилл Байдаков. Час ли тренируешься, опиши свои тренировки. Тренируюсь я каждый день, если нет каких-то дел либо съемок в кино. Про описание тренировок. Я ставлю себе какую-нибудь цель перед тренировкой, допустим, вечером и стараюсь ее выполнить на следующей тренировке. Следующий вопрос спрашивает Иван Семенов. Как ты думаешь, ты достиг своего максимума или есть еще куда тебе расти? Если есть, то куда? Я точно не достиг своего максимума. Это, наверное, еще половина, даже меньше половины. Следующая цель, кстати, у меня дабл корк престижен. Ну, на точность. Корк в корк тоже на точность. Много целей. Вот, есть куда расти. Следующий вопрос спрашивает Артем Шевченко. Ты пьешь, куришь или только здоровый образ жизни? Не пью, не курю. ЗОЖ, вся фигня. Лена Лазовская спрашивает. Почему ты такой воришка? Для особо одаренных, для девушек по поводу. Кто еще воришка? Кто как бы передний банш придумал там с места? Кто лучше делает, тот и не вор, получается. Следующий вопрос спрашивает Иван Киселев. Кто оплатил тебе твои поездки на фесты в другие страны? Такие как Краб, Флом и так далее. Меня спонсирует команда Джио, вот. Фриран также. Они мне помогают именно на автобус где-то купить, там, на еду там что-то купить. А так вообще мне проплачивают все организаторы фестивалей. Просто зовут как гостя, допустим. Спрашивает Алексей Алексеев. Занимался ли какими-нибудь другими видами спорта, как начал прыгать? Да, я занимался очень много чем. Волейбол, футбол. Ну, это стандартный, как все, в принципе, наверное. Вот, бокс чуть-чуть, боевое самбо. Пауни очень долго, лет 6, наверное, занимался. Очень много чем занимался. Следующий вопрос спрашивает Евгений Шульгин. Как тебе пришла идея сделать двух упередок козлом на плоскости? Не, ну вот этот вопрос, на самом деле, такой довольно трудный. Потому что идея пришла после того, как Егор мне сказал, что сделать микс со мной, как я сделал перед на плоскости. Ну, вот, как-то вот. Ультиматум. Ультиматум, да, поставил мне ультиматум. Ну, я, ну, ладно, сделаю. Вот. Ну, я сделал, и он сделал мне микс, короче. Следующий вопрос спрашивает Данила Бухтяров. С кругом соперничаешь? Чего вообще-то вопроса, я реально не понимаю. Как можно так переночить другим телом? У него другая тема, у меня другая тема. Мы с ним хорошо общаемся довольно, вот, тренируемся вместе иногда. Редко, ну, потому что живем на разных концах города. Вопрос спрашивает Иван Иванов. Почему тренишь в скачах? Ну, на самом деле, это довольно интересная история. Когда я первый раз пробовал переду Ронат Бляк Духов на траве, я даже на дорожке еще не делал. Даже нигде еще не делал. Просто по фану решил попробовать. А я был там в широчах. И я когда делал, у меня соскочила группа на втором обороте, съехала из-за того, что широкие штаны, вся фигня, поскользили. Повезло, я сделал, грубо говоря, двойное заднее, оно типа с полвинтом там в ролл, типа, обошел. И поэтому я ненавижу эти широчи, я всегда цепляюсь за что-то в них, вот. И поэтому я люблю скачи. Ну, и плюс в широчах ты выглядишь, как бомж какой-то, ходишь по улице стрёмно ходить. Вот, а в скачах хотя бы как, на, типа Галифе, там, как-то более на человека похож. Тут такой не вопрос, а просьба. Сергей Раковец говорит, делай периоды в эфире. Буз, буз, плазе. Плазе сейчас сделаю. Я только с самолета, вообще жесть. Летел часов пять, наверное. Следующий вопрос спрашивает Дима Кравченко. Где ты чаще тренируешься, на улице или в зале? Вообще, за то, что я живу в Питере, зимой я тренируюсь почти только в зале. Потому что у нас погода, постоянно дожди, а зимой это постоянные дожди, это постоянно сляк. Хотя у нас то тепло, то холодно, снега, вообще почти никогда нет. Поэтому я тренируюсь часто в зале. А в остальные три сезона года я тренируюсь только на улице. Потому что не могу в зале, противно быть там. Вопрос спрашивает Ван Скоков. Как в Америке с Эриком попрыгали? Можешь рассказать, что интересного там было? Это, наверное, вообще самое лучшее время в моей жизни было в Америке. Это вообще что-то новое. Там вообще другие люди, другая жизнь, все другое. Там один случай еще в Apple Store в Нью-Йорке. Эрик знает. Чехла больше нет в магазине одного. Вот, тренировались там с Эриком каждый день. Или еще с Пашей тоже, с Эфиром. Очень круто потусили. Там очень круто было. Следующий вопрос спрашивает Дима Анипко. Самый трудный для тебя элемент, которым ты долго учился? Самый трудный элемент был это корк. Учил месяца 4, наверное, один просто, чтобы встать его в ноги. Я всегда впадал с него на бок. Или вообще не вкручивал, там, твист делал в спину. Никита Вершинин уже дабл крутил, короче. Я еще один не мог сделать. Ну, в итоге как-то просто один раз получилось. Вообще сейчас на две ноги поставил. На следующий день сразу, короче, в СТ провел. Потом сразу пробовал корк, там, чит сразу. ПКФР интервью. С вами был Кирилл Колесников. Подписывайтесь на канал ПКФР в Инстаграме, в Ютубе, в группу ВКонтакте, на Фейсбуке есть там фанпейдж. Подписывайтесь везде, а также подписывайтесь на мой Инстаграм. Кирилл Колесников зовут. Напишем, ссылка будет внизу. Желаю всем удачи. Не ломайтесь, пацаны. Не надо делать рискованных элементов, на которых будете жалеть потом. Лучше это сделать как-нибудь потом. И нормально, с уверенностью, чем, да, выголоси где-нибудь там в этом вруговке, в яму. Чем на асфальт, там, в шею. Пару видео я видел уже. Лучше попробовать что-то более безопасное, чем потом жалеть всю жизнь. Ждите меня на Редбуле. Попробую пройти квалификацию на месте. Надеюсь, пройду. Если пройду, я там пофигачу, как надо. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Если что, пишите в ЛС. Отвечу. Все. Всем удачи, пацаны. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok